Если вдруг у вас не получается нарисовать пион, то это видео будет полезно для вас. Здесь мы поговорим о наброске, о том, как понять форму пиона, из чего состоит цветок, а также разберем силуэт, листья и в каком направлении делать маски кистью, чтобы получить красивые лепестки. Я с Тамтамычем, хранителем кистей, поделюсь советами по улучшению навыка рисования пионов. Итак, первое, на что нужно обратить внимание, это хороший и понятный набросок. От него зависит дальнейшее настроение рисования пиона. Но прежде чем его делать, нужно мысленно представить себе простую форму цветка, чтобы в дальнейшем не закопаться в деталях и поставить свет и тень в нужных местах. А мы с вами знаем, что любой пион напоминает форму шара или яйца. К этой форме мы еще добавим тарелку в виде распустившихся лепестков и уже получим понятную схему. А дальше к этой схеме добавим источник света, слева например, и нанесем тон, где будут находиться тени. Эта схема нам понадобится в конце, если вдруг тон, света и тени в цвете смешиваются и объем так и не выходит. Всегда возвращайтесь к этой подсказке. Обратите внимание на референс или пион с натуры. Изучите его. Часто бывает так, что мы видим одно, а рисуем совсем другое. Взгляните еще раз внимательно на пионы, вы увидите, что лепестки все разные, имеют свой уникальный силуэт, имеют свою форму и она разная. Вот знаете, живопись это очень интересная штука, когда начнете изучать внимательно каждую деталь, то вы увидите много нового. Например, что у каждого лепестка, оказывается, есть толщина и какое-то вот темное пятно увидели в пионе, а оно является падающей тенью от лепестка на другой лепесток. А вы знали об этом? Ладно, вернемся к силуэту. Это важно увидеть и изобразить в наброске. Поверьте, вам будет намного легче рисовать в цвете. Вот рассмотрим эти три референса. Здесь мы с вами решим две задачи. Первое это каждый цветок имеет свой силуэт. Как это увидеть? Да все просто. Мысленно уберите все лишнее и смотрите на линию, которая получается на границе цветка и фона. И эту линию старайтесь перенести в набросок. Тогда ваши пионы будут гармонично и живо смотреться на вашем холсте. А вторая задача это тоновое решение о том, какой будет у нас букет в пространстве холста. Будет ли он у нас темным на светлом фоне, как это вы видите в первой и третьей картинке, или все-таки светлым на темном фоне, пример, второй картинки. В моем случае, что вы видите на экране, что я рисую, это темный букет на светлом фоне. Еще важная часть, про которую мы иногда забываем в рисовании пиона, это его листья. Чаще всего мы рисуем прекрасный, красивый пион. Рисуем горшок, рисуем фон, но листья мы пририсовываем потом. Хорошо, если еще эти листья рисуются в нужной форме. Обычно мы рисуем просто травинки, которые никак не сходятся с характером листьев пиона. Старайтесь двигаться по всем объектам сразу. Чуть пион порисовали, чуть листья закомпоновали, фону уделили внимание и горшку. И так двигаемся по кругу, и это вам даст цельную работу в конце. Вот несколько советов по рисованию листьев. Все так же обращайте внимание на силуэт и на количество листьев на одном стебле. Очень внимательные обратят внимание на то, что на одном стебельке могут находиться и 5, и 3, и 2 листа. Самое главное здесь это цвет, который может принимать любой оттенок зеленого и даже уходить в красный оттенок. На примере я взял два вида зеленой краски, одна ярко-зеленая с желтыми оттенками, а в тени использую темный зеленый с синими оттенками. Тонким слоем краски я определяю, где у меня будут темные участки, а светом, соответственно, светлые моменты. А вот дальше начинаю детализировать листья слоем погуще, в той же светлоте. Но чтобы получить объем и красивые завороты, нужно делать мазки по направлению. Подсказкой служат тоненькие прожилки листа и сам стержень. Вот мы ведем кистью от стержня к краю листа или наоборот. Как и по светлой части мы также работаем, так и по теневой. При желании можно добавить другие оттенки и сделать мягкую растушевку. Также стоит обратить внимание на толщину листа, где нам поможет ультра-тонкая кисть и буквально пару штрихов, пару линий светлым или темным цветом, чтобы придать тонкости листьям. Кулинары мои, если вдруг вам пришло вдохновение и вы чувствуете прилив сил, но вам лень бежать в магазин за красками, кистями и холстами, то у меня есть потрясающие артбоксы. Картины не по номерам. В набор входят все необходимые инструменты для написания картины. Это краски, кисти, карандаши, палитра, салфетки, холсты и самая главная пошаговая видеоинструкция по QR-коду. И мои подсказки по улучшению вашей картины. Темы совершенно разные. Это и пейзажи, натюрморты, цветочные композиции, рисование акрилом и маслом. А быстрая доставка артбокса поможет вам сохранить вдохновение и силы. Переходите в мой магазин на Озон по QR-коду или по ссылке в описании и заказывайте понравившийся артбокс. Так как же нарисовать пионы и получить объем? Стоит сказать, что каждый художник пишет по-своему. У каждого есть своя техника написания, свои фишечки. Но я расскажу вам о простой и понятной технике, по которой пишут мои ученики и у них все получается. Нам нужно затонировать пион тонким красочным слоем. Не важно, это акрил или это масло. Тут я, допустим, работаю маслом и использую цвет краплак. Если вдруг взяли тон слишком темным, то воспользуйтесь салфеткой и уберите лишнюю темноту. Ничего страшного, не произойдет тряпка. Это тоже инструмент, можно даже все тряпкой нарисовать. Дальше прозрачным цветом намечаем тени по форме шара. Если присмотреться, то вы не увидите строгих горизонтальных или вертикальных движений. Все движения идут у меня по форме к основанию бутона. Это очень важно. Так мы моделируем движения и будущий объем пиона. А вот сухой кистью мы ее просто протираем и стараемся сделать мягкий переход от одного цвета к другому. То есть делаем растушевку, которую вы уже, надеюсь, умеете делать. Только постоянно протирайте кисть, иначе темный цвет попадет в светлые тонны и оставит вам грязь или ненужный цвет. Чтобы этого не было, протирайте кисть. Итак, подходим мы к самому интересному. Это добавление света на лепестках. Тут уже густым слоем, допустим, бело-розовым оттенком, как это у меня на экране. Ставим также мазочки по направлению лепестка и подчеркиваем свет. Добиваемся мягкого перехода от светлого к темному сухой кистью. Растушевочку делаем, не забываем. Здесь нам поможет схема, которую мы представили или нарисовали в начале. А вот дальше нам стоит чуть-чуть сделать вкусные акценты на лепестках. Это тонюсенькая толщинка, как и с листочками. Чуть-чуть светлым оттенком пройтись по границе лепестков. Только, пожалуйста, не по всем. А то все можно испортить. Лучше враг хорошему. Главное вовремя остановиться. И, возможно, нужно подтянуть тени, если вдруг они перестали считываться. То есть добавить чуть-чуть темного цвета. У меня, кстати, есть хорошая подборка рисования цветов, которая доступна на моем сайте ArtKuchnia и в блоге на Boosty. Кому интересно, ссылки я оставлю в описании. А я надеюсь, мои советы помогут вам в написании пионов. И если вдруг вы не знали про эти тонкости рисования и они вам помогли, то поделитесь, пожалуйста, об этом в комментариях. А с вами рисовал Александр Елтышев. Всем вам творческих пионов и всем пока-пока.